На улице минусовая температура и идёт снег. А в помещениях бомбоубежища даже сейчас есть все условия для укрытия и жизни больше тысячи человек. Вентиляция, санпропускник, деревянные нары и технические помещения. На открытом уроке кадеты лицея номер 60 увидели всё сами. «Здесь всё есть. Кровати, еда, надеюсь, будет. Ну и мы заметили пару телевизоров, так что здесь будет не скучно». Кадеты обследовали 2000 квадратных метров бункера. Узнали, как действовать в условиях ядерного взрыва, воздушной угрозы и химической атаки. Смогли подержать в руках экспонаты и примерили противогазы и каски. «Одно дело на бумаге сидеть в светлом классе и изучать, что такое последствия ядерного взрыва. Или здесь, когда ты погружаешься, когда ты пройдёшь, когда посмотришь, какие условия, когда посидишь на этих нарах, урок совсем будет по-другому восприниматься». Преодолев более 400 метров тёмных коридоров учеников ждал выход в помещение на Большой морской и окончание урока. «Подобные уроки по культуре безопасности, по основам безопасности деятельности будут проводиться со всеми учениками нашего города». Организаторы планируют дополнить помещение экспонатами и разнообразить экскурсионную программу. На базе бункера уже в мае откроют экспозицию. Здесь начнут функционировать несколько музеев разной направленности. А открытые уроки станут интерактивными. Побывали в одном из самых безопасных мест города Катарина Вербицкая и Мария Буйлова. Информационный канал Севастополя.